Представители 32 учебных заведений Беларуси, России, Украины, Польши в эти дни обменивались опытом и творческими идеями. В городе над Бугом их собрала традиционная международная конференция. Более сотни молодых и уже опытных ученых прибыли в областной центр, чтобы заявить о себе и поделиться тем, что активно развивается сегодня в их вузах и странах. В первую очередь стоит задача в том, чтобы дать возможность нашим учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Потому что все прекрасно понимают, для того, чтобы молодой человек гармонично развивался, он должен не только хорошо учиться, а должен еще заниматься чем-то. За молодыми будущее гласит известный девиз многих политиков мира. И это действительно так. Получая теоретические знания в средних, специальных и высших учебных заведениях, юноши и девушки стараются применить их на практике, сделав изобретение или проект полезным и адаптированным для общества. Успешность молодого человека, желание, наверное, как-то развиваться, двигать вперед, это прежде всего будущее. И будущее нашей страны, и будущее наших соседей. Поэтому это мероприятие очень значимое. И я ему придаю значение не только с точки зрения, будем говорить так, ну такого академического. Я и здесь в полной мере могу, наверное, сказать, что это такое социально-политическое мероприятие, которое подчеркивает, что в нашей стране всячески поддерживается инициатива молодежи. Радиотехника, электроника, машиностроение, архитектура и строительство, правоведение и экономика, естественная и социально-гуманитарная науки. И это не полный перечень того, о чем вели открытый диалог студенты и преподаватели. Многие изобретения молодых ученых действительно заставляют удивляться. Вентилятор мы нашли. Это так, как это макет. Вентилятор мы взяли поменьше. Это от компьютера. Вентилятор и, собственно, блок питания на 220 вольт вставляете в розетку и работать не надо. Высокое напряжение. Для многих из этих ребят участие в подобных исследовательских мероприятиях пока в новинку. Здесь, на одной из перспективных научных площадок не только Бреста, но и Беларуси в целом, молодые люди имеют шанс получить бесценный опыт публичных выступлений, а также могут услышать наставления от старших ученых-товарищей и найти идеи для будущих проектов и работ. Можно сказать, что сегодня есть много возможностей для самореализации, но для этого надо учиться. Когда-то я выбрал для себя Стрийский колледж. Мне его порекомендовали, и за годы учебы я не разочаровался. Дальше надеюсь поступать в университет, а для этого очень важно не только хорошо учиться, но и самостоятельно развиваться, в чем помогают такие конференции. Мы уже взрослые люди, понимаем, что саморазвитие – это единственный шаг для понятия своего квалификации. И, как я вижу, в этом колледже очень много талантливых ребят. Тут я нашел очень много занятых как диорам, работ. И на сегодняшнем предпоказе я хочу для себя что-то узнать еще, как я говорил, больше сказано, еще что-то новое, делиться своими знаниями. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово».